С выпускницей Щелковской гимназии Светланой Ховандеевой мы встретились в ее родной школе. Поводом для нашего разговора стал ее блестящий результат, показанный на едином государственном экзамене по русскому языку. На нем она получила 100 баллов. Светлана собирается стать юристом и воспринимает все, что связано с грамотностью, умением лаконично и доходчиво излагать свои мысли, еще и как некий способ добиваться поставленной в жизни цели. Я подала документы в Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Это считается лучшим юридическим вузом страны, поэтому я очень хочу там учиться и получить ту профессию, о которой я мечтаю очень давно. Для Светланы Ховандеевой знание правил грамматики, орфографии, синтексиза и других – важная часть предмета, но далеко не главное. Я считаю, что это не только знание правил, но и какой-то определенный опыт. Очень помогает чтение книг, потому что ты видишь, как пишутся слова, ты видишь, как автор излагает эти мысли, и ты пытаешься переносить это все в сочинение или в изложение. Светлана любит поэзию. Она по памяти готова приводить строчки, которые вызывают у нее волнение и восхищение. Например, из стихотворения «Послание к Лиле Брик», написанного Маяковским. «Надо мной, кроме твоего взгляда, не фласт на лезвии, ни одного ножа». Мне кажется, это очень сильно, потому что это такие слова, которые… Это человек, который действительно может из трех-четырех слов создать целое произведение искусства. Надо заметить, Светлана и сама пишет стихи. По совету своей школьной учительницы по русскому языку, она посылала их на конкурсы, выступала с ними на муниципальном семинаре. «Снова осень, чистый лист усталый, свечи гаснут, телефон молчит, ноги мерзнут, затуманен разум, ум спокойно, душа кричит. Снова пусто на страницах жизни, высохли чернила аккурат, снова воздух непривычно кислый, из эмоций леса одна слеза. Снова ночь срезала руки крепко, боль внутри ломает ребра в такт, полюбил бы кто во мне поэта, просто так». Что любопытно, Светлана – далеко не типичная девочка-отличница. Она влюблена в спорт, с четвертого класса занимается футболом, играет на позиции вратаря. «Когда я на футбольном поле, поверьте, там отсковность, отдержанность не остается ничего, потому что я такой экстраверт настоящий, который кричит, который ругается, но вместе с этим, как вратарь, как-то сдержан именно внутренне». Ну что ж, впереди у Светланы еще очень много интересного. Видимо, соединение лиричности и боевых качеств в ее характере – залог нынешних, и мы надеемся, будущих успехов. Андрей Цихадобич, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.